В музее истории города-курорта Сочи есть зал, где размещена большая экспозиция Сочи в годы войны. Здесь каждый день посетители и на одном из стендов. Врач Надежда Болдырева видит фотографии своего отца Григория Ефимовича Ткаченко военкома госпиталя 2095, который располагался в гостинице Приморская. Та вот традиция, которая существует, оказание помощи раненым, она осталась в нашей семье. Дети и внуки стали врачами. В нашей семье сегодня 13 врачей, и мы продолжаем дело, которое начато нашими родителями. И сегодня в музее мне показали вообще потрясающие снимки и архивные документы, что вот папа военком госпиталя, мама терапевт госпиталя. Надежда Григорьевна пришла в музей не с пустыми руками. Много материалов хранилось более 70 лет в семье доктора, и вот теперь пришло время передать их на хранение в музей и для дальнейшего изучения и расширения экспозиции. Самое важное для музея, что это подлинники, дневники и бесценные рукописи, которые вел военком госпиталя во время войны. Много сочинских газет того времени. Центральная газета «Правда» 13 февраля 1945 года. С важной информацией о конференции руководителей трех союзных держав Крыму. А еще уникальная карта. Большой интерес представляет карта. А наручную работу – это карта дислокации этого госпиталя конкретно по всей территории нашей страны. Он побывал и в Средней Азии, кстати, достаточно долго, и под Ростовом. И, наконец, перед дислокацией его была переведена в наш город Сочи. Уникальная коллекция военкома, переданная в дар музею, дочерью и внукам Григория Ткаченко теперь будет храниться вечно. В этом году в музей приходят многие сочинцы, и жители других городов делятся интересными материалами. Людмила Васильевна Турковская приехала из Ростова, чтобы рассказать о послевоенной встрече своей мамы, военного фельдшера 67-го полка 2-го батальона, со своей боевой подругой, санитаркой Зоей Кускунджан. Коренная Гагринка, армянка по национальности. Мы ее искали в концу Петровных Кускунджан и не могли найти. А у нее настоящее имя – Найрик Погосовна. По документам везде. Поэтому все справки, все архивы нам отказывали. И однажды мама получила путевку в санаторий Миничелюскинцев в городе Гагры. Она, значит, принимает ванну и за стенкой слышит голос, характерный акцент. О дальнейшей дружбе доктора и санитарки рассказывают вот эти фотографии. Они теперь тоже попадут в архивы. Музейные работники собирают различные материалы, так или иначе связанные с нашим городом. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...